Здравствуйте! Меня зовут Марк Фрейдкин. Мы начинаем серию программ, в которых поговорим о текстовых и музыкальных заимствованиях, преимущественно на примерах из советской песни. Скажу сразу, я не сторонник того, чтобы при малейшем текстуальном, мелодическом или гармоническом совпадении поднимать крик о плагиате и уголовной ответственности. На мой взгляд, в использовании чужих идей нет ничего зазорного, особенно если они некоторым образом творчески переосмысляются, и если в результате получается самостоятельное художественное произведение. Вот, скажем, взял Шарль Гуно домажорную прелюдию из хорошо темперированного клавира Баха, прилагил поверх нее собственный мотивчик, и мы имеем один из шедевров мировой музыки – Аву Марию. И никому в здравом уме не принят в голову обвинять Гуно в плагиате. Тем более, что в авторах музыки честно указывается – Гуно – Бах. К сожалению, такой цивилизованный подход к делу встречается не всегда. Но и случаев, когда берется чужое произведение и нагло нота в ноту выдается за свое, к счастью, не так уж много. Взять хотя бы нашего незабвенного Леонида Осиповича Утесова. Вокруг него, его музыкантов, композиторов и аранжировщиков всегда ходило огромное количество историй разной степени достоверности о всевозможных плагиатах и заимствованиях. Вот, скажем, знаменитая история с не менее знаменитой песней у самовара «Я и моя Маша». Сегодня хорошо известно, что польский фокстрот под самоваром был написан в 1929 году Фанне Гордон, в будущем Фариной Квитковской, проживавшей тогда в Польше уроженкой Ялты для варшавского кабара «Морское око» и на слова владельца этого кабара Анджея Власта. Вышло несколько пластинок, где эту песню исполняли солист «Морского око» Тадеуш Фалишевский и певец Ежевелина. На этикетках пластинок песня под самоваром была названа русским фокстротом и получила дополнительное, указанное в скобках название «Новые бублички». Это был двухчастный фокстрот, причем в записи словами была озвучена только первая тема, вторая подавалась как инструментальный прогресс, хотя существовали слова, написанные на мелодию второй части. Снова настал май, каштаны бурно расцветают, а мне плевать, я мечтаю лишь об одном. У самовара сидит моя Маша, я говорю ей да, а она мне нет. Страсть наша кипит, как в самоваре, а она ругается, на чем свет стоит. После горячей поцелуи она мне подарит прикуску к чаю, у самовара сидит моя Маша, как сладкий чай она влечет меня. Пусть придут и заберут гардину, шубу, стол и раскладушку. Мне плевать, я помню только об одном. В 1933 году по предложению фирмы Полидору Рекотс для пластинки, которая в том же году должна была поступить в продажу в Риге, Фарина Клятковская написала текст, русский, тот самый, который мы так хорошо помним сегодня. В том же году в студии венского филиала фирмы Колумбия эту песенку записал Петр Лещенко, который поменял местами музыкальные темы и восстановил текст во второй части бакстрот, которая в его исполнении стала первой. Он сочинил его самостоятельно и по своему обыкновению на ломанном русском языке. А в 1934 году в Москве создавалась фабрика звукозаписи, и песня у самовара в исполнении Утесова должна была стать первой советской пластинкой хорошего звучания. В те годы вопросы авторского права у нас особенно не вдавались, и на пластинке было просто написано «Леонид Утесов, обработка Симона Кагана». Причем этот Симон Каган был без преувеличения блестящим музыкантом и пианистом. Достаточно сказать, что он был постоянным аккомпаниатором невероятно популярной в те годы Изабеллы Южьевой. Так вот на ее концерты половина публики ходила, чтобы послушать не ее, а его. И он таки основательно поработал над музыкальным материалом. Для начала он написал инструментальное вступление, переделав основную тему из фокстротов в танго. Потом он вообще выкинул к свиньям собачьим вторую тему, как слова, так и мелодию, и придал аранжировке ярко выраженный джазовый колорит. И вдобавок оснастил ее блестящей и явно собственноручной фортепианной партией. В таком виде мы эту песню и знаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok